Хубилай Хан вторжение во Вьетнам Хубилай Хан трижды вторгался в Чивьет, ныне Вьетнам, каждый из которых был отбит правящий династией Трун. Предки клана Терен произошли из провинции Фудзи, они мигрировали в Ивьет, где их смешанные потомки позже основали династию Тран и стали править и вить. Несмотря на многочисленные смешанные браки между Трунами и несколькими членами королевской династии или вместе с членами их королевского двора, как в случае Трунля и Трунтха, некоторые из потомков смешанных кровей клана все еще могли говорить по-китайски, О чем свидетельствует встреча посланника династии Юань с китайскоязычным принцем Трун Трун Ку-Ок-Ту-Ном, позже верховным главнокомандующим Трун Ханга, в 1282 году. Первое вторжение произошло в 1257 году, но династия Трун смогла отразить вторжение и в конечном итоге восстановила мирный договор между Хубилай и Хан, и Чивиотом в 12-м лунном месяце 1257 года. Когда Хубилай стал великим ханом в 1260 году, Трун династия посылала дань каждые три года и получала дару Гачи. Однако их цари вскоре отказались лично присутствовать при дворе Хубилай-ханов. Великий хан послал своих послов, чтобы приказать королю Труна открыть свою землю, чтобы позволить армию Юаня пройти, чтобы вторгнуться в королевство Чампа, но суд Шивиет отказался. Хубилай послал другого посланника к Шивиет, чтобы потребовать, чтобы царь Трун сдал свою землю и свое царство. Король Труна собрал всех своих граждан, позволив всем проголосовать за то, сдаться ли Юаню или встать и сражаться за свою родину. Голосование было единогласным — встать и бороться с захватчиками. После своей первой неудачи Хубилай хотел назначить братан Хантонга, Труну Чтока, перешедшего на сторону Хубилай-ханов, королем Ан-Намма, да и Виет. Но трудности с базой снабжения Юаней в Хунане и вторжения к Айду вынудили Кублы отказаться от своей планы. Второе Хубилай-ханское вторжение в Чивишт началось в конце 1284 года, когда войска Хубилай-ханских Юаней под командованием Токхана, князя Хубилай-хана, пересекли границу и быстро заняли Тан-Клонг, ныне Ханой. В январе 1285 года после победоносной битвы при Амар-Вин-Кьеп, к северо-востоку от Ханое, в то же время Сагету, заместитель командующего армии Юаня, двинулся из Чимпы на север и быстро двинулся к Нгиан в северной центральной части Вьетнама, где армия династии Тран под командованием генерала Тран-Кена потерпела поражение и сдалась ему. Однако король Труна и главнокомандующий Трун-Ханга изменили свою тактику с защиты на нападение и нанесли удар по Хубилай-ханам. В апреле генерал Трун-Куанг-Хи победил Сагету в Чонг-Дунге, и король Труна выиграл битву в Тайк-Ате, где умер Сагету. Вскоре после этого генерал Трун-Хет-Ду также выиграл битву в Хам-То, ныне Хан-Кьен, и так хан был побежден генералом Трун-Хан-Каа. Таким образом, Хубилай потерпел неудачу в своей первой попытке вторгнуться в Шивьет. Так хан спрятался в бронзовой трубе. Чтобы его не убили лучники Шивьета, этот поступок принес унижение Хубилай-ханской империи и самому Так хану. Третье Хубилай-ханское нашествие началось в 1287 году. Оно было лучше организовано, чем предыдущее. Использовался большой флот и обильные запасы еды. Силы Хубилай-ханских юаня под командованием Так хана двинулись к Винг-Еб с северо-запада и встретили пехоту и конницу полководца Хубилайца Фомара, идущего другим путем вдоль Красной реки, и быстро выиграли битву. Военно-морской флот быстро одержал победу в война не у залива Холонг. Однако и Вейет генерал Транхан удалось перехватить и захватить тяжелые, полностью укомплектованные грузовые корабли, наполненные продовольствием и припасами для армии Так хана. В результате Хубилай-ханская армия в Тхан-Клонг испытывала острую нехватку продовольствия. Не имея новостей о флоте снабжения, Так хан приказал своей армии отступить к Винг-Еб. Армия Шивьет на начало общей наступления и отбила ряд мест, занятых монголами. Группам пехоты Шивьет было приказано атаковать монголов в Винг-Ебе. Тоган пришлось разделить свою армию на две части и отступили в 1288. В начале апреля 1288 года военно-морской флот во главе с Амаром в сопровождении пехоты бежал домой вдоль реки Баченг. Поскольку мосты и дороги были разрушены, а войска Чивьетна начали атаковать, Хубилай-ханы достигли Баченга без сопровождения пехоты. Маленькая флотирия Шивьетна вступила в бой и сделала вид, что отступает. Хубилай-ханы нетерпеливо преследовали войска Шивьета только для того, чтобы попасть на заранее подготовленное поле битвы. Тысячи маленьких лодок Чивьет быстро появились с обоих берегов и начали яростную атаку, сломавшую боевой порядок Хубилай-ханалов. Хубилай-ханы, встретив столь внезапную и сильную атаку, в панике попытались отойти к морю. Лодки Хубилай-ханов были остановлены, многие были повреждены и затонули. В это время несколько огненных плотов быстро устремились к Хубилай-ханам, которые испугались и спрыгнули вниз, чтобы добраться до берега, где им был нанесен тяжелый удар от армии во главе с царем Трюном и Тронханга. Хубилай-ханский военно-морской флот был полностью уничтожен, а Амар взят в плен. В то же время армия Чивьета непрерывно атаковала и разбивала армию Токхана при ее отступлении через Лонг-сан. Токхан рискнул жизнью, чтобы срезать путь через густой лес и бежать домой. Наследный принц был сослан в Янчжоу на всю жизнь своим отцом Хубилай-ханом. Тем не менее, король Труна принял верховенство Хубилай-хана как великого хана, чтобы избежать новых конфликтов. В 1292 году Тимур-хан, преемник Хубилай-хана, возвратил всех задержанных послов и согласился на даннические отношения с королем Труна, которые продолжались до конца династии Уань. Здравствуйте! Подписывайся на канал, нажми на колокольчик.